У нас в позапрошлом году студенты на мандаринках писали пожелания для бездомных людей. В этом году мы хотим, чтобы детки подписали, сделали открытки и подписали. Первый раз, когда это было в первый год, они были очень рады, они были очень удивлены, они многие растрогались, плакали, благодарили. А первый раз это было четыре года назад. В подарочный пакет упаковывали консервы, пару носков, два мандарина, 100 граммов конфеты, маленькую упаковку сока. Стоимость одного подарка составляла 190 рублей, в этом году – 260. Екатерина Сторожицкая по пути на работу забежала к волонтерам, чтобы передать посылку для бездомных. Говорит, ближе к раздаче подарков принесет еще несколько килограммов мандаринов и испечет новогодние пряники. Здравствуйте. Я узнала из интернета, что собираются подарки для бездомных людей и принесла вам некую помощь. Для нас не сложно отдать 100-200 рублей, но для людей это будет праздник. Спасибо. Мыло им очень нужно. И тушенка. Я думаю, что это будет очень им приятно. Спасибо большое. Всего планируется собрать 190 подарков. Их раздадут Дед Мороз и Снегурочка из проекта «Жизнь» в 20-х числах декабря на выездах к бездомным. А также отвезут в три городских социально-реабилитационных центра. Подарить новогоднее настроение тем, кто в этом очень нуждается, можно по адресу Свердловский проспект, 12. Инна Левошина, Валентина Яковлева, Вячеслав Шишмаренков, СТС, Челябинск.